Концертный зал Радио Орфей У микрофона Ольга Кордюкова. Здравствуйте! Сегодня мы вспоминаем одного из крупнейших композиторов XX века, выдающегося симфониста, продолжателя традиции Малера и Шостаковича, и при всём этом композитора трагической судьбы, практически не услышанного своим временем – Александра Лакшина. 19 сентября исполняется 100 лет со дня его рождения. Его музыку называли гениальной Дмитрий Шостакович, Рудольф Баршай, Мария Юдина, Николай Мисковский, в классе которого Лакшин учился в Московской консерватории, считал его своим самым талантливым учеником и, как мог, поддерживал. Каталог сочинений Александра Лакшина насчитывает свыше 35 опусов. Среди них 11 симфоний, вокальные и инструментальные камерные сочинения, моноопера по Фаусту в переводе Пастернака, музыка кинофильмом. Произведения Лакшина исполняли дирижёры Евгений Мравинский, Арвид Янсенс, Геннадий Рождественский, но главным интерпретатором и пропагандистом его творчества был Рудольф Баршай. В книге «Нота. Жизнь Рудольфа Баршая» Рудольф Борисович незадолго до смерти сделал признание, что его иммиграцию из СССР можно оправдать уже хотя бы тем, что он получил возможность исполнять симфонии Лакшина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова свою новую вокально-симфоническую поэму «Жди меня» на слова Симонова. Мравинскому музыка понравилась, и он исполнил ее в одном из концертов. Сочинение молодого композитора очень высоко оценил и Солертинский, благодаря чему, а также ходатайству Николая Мисковского, у Лакшина появилась возможность вернуться в Москву. В столице новая поэма была исполнена под управлением Аносова и стала дипломной работой композитора. Следующие три года, с 1945 по 1948, Лакшин преподавал в консерватории инструментовку, чтение партитур, музыкальную литературу, знакомил студентов с музыкой Малера, Берга, Стравинского, Шостаковича. Это не прошло незамеченным. В июне 1948 года его из консерватории уволили. Об увольнении Лакшин узнал, выписываясь из больницы после тяжелой операции на желудке. Мария Юдина пыталась устроить безработного композитора в Гнесинский институт, где преподавала сама. Но из этого ничего не получилось. Не получилось и у Мисковского. Так, с начала 50-х годов Лакшин стал вольным художником. В 1955 году композитор завершил кларнитовый квинтет. Как писал сам автор, в первой части весьма парадоксально сочетались Шостакович и Вертинский, вторая часть навеяна Стравинским. В нашей программе прозвучит квинтет Александра Лакшина для кларнета, двух скрипок, альта и виолончели, впервые исполненный в 1957 году квартетом имени Комитаса и кларнетистом Иваном Мозговенко. Запись 1960 года. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В исполнении квартета имени Кометаса и Ивана Мозговенко Прозвучал квинтет Александра Лакшина Для кларнета, двух скрипок, альта и виолончели. ДимаTorzok 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 Принципа презумпции невиновности придерживался и Дмитрий Шостакович. Сын Александра Локшина уже после смерти отца в 1987 году более 20 лет потратил на то, чтобы опровергнуть эти обвинения. Он изучил множество архивных документов. В результате многолетних исследований ему удалось отыскать имя человека в действительности составившего тот донос, доказать, что имя его отца было использовано органами НКВД для прикрытия реального агента. Локшин-младший написал несколько книг, в частности «Музыкант в Зазеркалье», в которых подробно осветил эту трагическую историю. После кантата «Жди меня» Локшин сделал еще две попытки вернуться в строй советских композиторов, но обе они потерпели крах. К 70-летию Сталина была написана приветственная кантата, но вердикт властей был суров. Произведение холодное и ложное по своим музыкальным образом, крайне сумбурное, шумное и беспомощное. А детская кантата «Тараканище» на слова Чуковского и вовсе была воспринята в штыки. Она появилась в 1962 году. Параллель между усатым тараканом и Сталином пропустили мимо ушей, а вот образ воробья, проглотившего таракана, прочно связали с Хрущевым. Локшин жил случайными заказами в кино и той музыкой, которую писал без всякой надежды на ее исполнение. В 1973 году, вслед за своей восьмой симфонией, Локшин создает вокальный цикл «Песенки Маргариты», по сути, еще одну вокальную симфонию. Сын композитора вспоминал о том времени. Как-то раз весной, страдая от бессонницы, мой отец вышел прогуляться. Было раннее утро, и улица была пустынна. Тут он увидел молодую пьяную женщину совершенно исключительной красоты, которая в разорванном платье шла ему навстречу. Его поразило выражение смеси отчаяния и отрешенности на ее лице. Когда он вернулся домой, то открыл первую часть «Фауста» в пастернаковском переводе и начал читать. Он так и не смог оторваться, пока не дочитал до конца, а потом сел сочинять свою «Маргариту». Спустя семь лет Локшин дописал еще две части, посвященных Маргарите, и объединил все в единый цикл под названием «Три сцены из Фауста Гёте». Сам он назвал это произведение камерной оперой для концертного исполнения. Песенки Маргариты в этом цикле – финальная часть, но, безусловно, они являются и вполне самостоятельным сочинением. В образе Маргариты сконцентрировано человеческое страдание. Это не просто личная трагедия обманутой девочки, это воплощение несправедливости вообще. Незатейливое слово «песенки» и страшное содержание, которое в них вложено, невероятно усиливают трагизм ситуации. Это руины разрушенной души, без надежды, без выхода, без света. Александр Лакшин. Песенки Маргарита на стихе Гёте в переводе Бориса Пастернака. Исполнители. Московский камерный оркестр, дирижер Рудольф Баршай, солистка Людмила Соколенко. Песенки Маргарита на стихе Гёте. 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 ПЕСНЯ 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 Я не слышу, ты слышишь Я не слышу, ты слышишь Усыпила я до смерти мать Ночь свою утопила в пруду Бог думал ее нам на счастье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бог думал ее нам на счастье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты здесь И это не во сне Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В исполнении Людмилы Соколенко и Московского камерного оркестра под управлением Рудольфа Баршая Прозвучали песенки Маргариты Александра Лакшина Концертный зал У микрофона Ольга Кордюкова. Сегодня программа «Концертный зал» посвящена Крупнейшему композитору ХХ века Александру Лакшину, столетие со дня рождения которого отмечается 19 сентября. Мы вспоминаем страницы биографии композитора и слушаем его музыку. Из 11 симфоний Александра Лакшина 10 написаны на тексты самых разных поэтов. Это Пушкин и Блок, Заболоцкий и Мартынов, Пастернак и Камоэнс, Геота и Шекспир, средневековые латинские, греческие, японские авторы. Пятая симфония сонеты Шекспира написана в 1969 году и посвящена Рудольфу Баршаю. Две части симфонии – это два сонета Шекспира. Номер 66 «Измучись всем, я умереть хочу» и номер 73 «В то время года видишь ты во мне». Как итог симфонии строчка из Гамлета «Прощай и помни обо мне». Финал симфонии – это тихая печаль и мягкий свет, ощущение примирения, венчающего все горестные и горькие искания. Александр Лакшин, симфония номер 5 «Сонеты Шекспира», перевод Бориса Пастернака. Исполнители. Московский камерный оркестр, дирижер Рудольф Баршай, солист Ян Кратов, баритон. Запись 1971 года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучала пятая симфония Александра Лакшина Сонеты Шекспира Наша программа подошла к концу Сегодня она была посвящена композитору Александру Лакшину Столетие со дня рождения которого отмечается 19 сентября Как пишет в одной из своих работ доктор искусствоведения Евгения Чигарева Это был маг, чародей, которому подчинялся волшебный мир звуков Мир для него был музыкой, красота и глубокая грусть жизни Ее высший смысл, который освещает и его собственные сочинения С этими словами невозможно не согласиться Но у творчества Лакшина трудная судьба Его музыка естественна и гармонична, но непроста Ее нельзя слушать между делом, фоном Она требуется переживания и все еще ждет своего часа Радио Орфей благодарит фирму «Мелодия» за любезно предоставленные записи Программу подготовила и провела Ольга Кордюкова Мне помогал звукорежиссер Дмитрий Спиваковский Всего вам доброго, до свидания Концертный зал Радио Орфей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok